Ну а мы вернемся к Санкт-Петербургу, где ввели новые ограничения на работу общепита. И вот, собственно, как эти запреты, далеко не первые, скажутся на бизнесе. Подробнее об этом мы поговорим с операционным директором ресторанной группы Big Family в Санкт-Петербурге. На прямой связи со студией Анастасия Букия. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Анастасия, ну вот Москва была первой, кто ввел такие ограничения. А вот вы на фоне этой информации ожидали, что и в Питере ограничат работу общепита? Да, могу сказать, что мы ожидали, но немного поздним периодом. У нас же сейчас, как вы знаете, проходит чемпионат Европы. И на самом деле мы не ожидали, что ограничения коснутся нас именно сейчас. Думали, что у нас есть еще как минимум месяц до того, как они дойдут и до нас. Но, безусловно, после Москвы мы ждали, что какие-то действия последуют в Санкт-Петербурге, но позже. Вы как раз заговорили про чемпионат Европы по футболу. И вот как считаете, сильно ли эти ограничения помешают? Много выручки можете потерять? Конкретно мы, да, у нас сеть ресторанов. И могу сказать, что, наверное, мы не ощутим на все 100% эти ограничения, так как наши часы работы ограничиваются, в принципе, двумя часами ночи. Но сфера развлечений, это бары, ночные клубы, дискотеки. Вот, наверное, для них эта новость явилась неким выстрелом в голову, скажем так. Потому что на протяжении всего года вся ресторанная сфера, да и, в принципе, весь бизнес нашего города только пытался вылезти из той долговой ямы, в которую погрузился, к сожалению, на фоне пандемии. И, на самом деле, летний период все ждали с надеждой и надеялись на то, что наконец-то хоть какие-то, скажем так, положительные черты приобретет ситуация. Но, к сожалению, для нас это был удар ниже пояса. Для многих это, я думаю, что выстрел в голову. То есть многие, я думаю, что примут решение уже закрываться, хотя целый год пытались как-то выжить и любыми способами, в принципе, держались на плаву. Ну вот после нескольких волн можете ли вы как-то оценить общее состояние всей ресторанной отрасли в Санкт-Петербурге сейчас? Могу. Во-первых, ресторанная сфера потерпела очень большие изменения. Конечно же, закрылось довольно много заведений, наверное, процентов 40. как баров, ресторанов, кафе сейчас уже не существует. И, конечно же, сфера перевернулась ног на голову. И это касается в том числе и персонала, которого сейчас, в принципе, нет на рынке, что ничего не было никогда. И такие компании, как наша, допустим, у нас большое количество ресторанов. И с одной стороны, да, нам легко, ну не то, что легко, мы можем выжить, но с другой стороны, довольно сложно восстановить ту систему, которая была до пандемии. Я думаю, что мы такие не одни. То есть многие рестораторы, и мы в том числе, действуют по принципу здесь и сейчас. Мы меняемся вместе с той ситуацией, которая меняется вокруг нас. Вот, поэтому рынок очень сильно изменился. Анастасия, ну вот по вашим наблюдениям, вот эти вот ограничения как-то помогают снизить заболеваемость? Вы знаете, тяжело сказать. Потому что, да, ограничивают, допустим, походы в рестораны, да, сейчас закрывают фудкорты. Но, тем не менее, люди от этого, к сожалению, не садятся дома. Они не находятся, не локализуются у себя в квартирах. А это подталкивает их собираться группами где-то в других местах. Вот, что, на мой взгляд, даже более опасно, чем походы в рестораны. Потому что, на самом деле, все рестораны, мы в том числе, очень жёстко соблюдаем все, как бы, правила, да, все меры, которые необходимы для того, чтобы сократить число заболеваемости. Ну, сами понимаете, когда люди собираются где-то, да, большими толпами в разных местах, в том числе и у себя дома, о какой безопасности может идти речь. Вот, поэтому не знаю, насколько это действительно снизит число заболеваемости.